ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Начнем, пожалуй, с одной из главных героинь. Зовут нашу красавицу Киришима Тоука. Тоука – 16-летняя школьница, подрабатывающая в кафе Антейку. Как и все работники этого кафе, является Гулем и хочет мирно сосуществовать с людьми. Во имя достижения этой цели ходит в школу, как и обычный подросток, и дружит со своей одноклассницей Йорикой, которой очень дорожит. Несмотря на свои весьма теплые чувства к подруге, она очень холодна и жестока, что необходимо Гулю для выживания. Иногда мстительно. К тому же, обычно ее действия выглядят безрассудными, как у человека со склонностью к насилию. А теперь о внешности. У Тоуки не очень длинные сине-фиолетовые волосы. Особенностью ее внешности является то, что ее длинная челка полностью закрывает правую часть лица, дабы скрыть свою сущность Гуля, носить белую кроличью маску с розовым париком. И как нас многие просили, расскажем о таком персонаже, как Джуза Судзуя. Довольно странный паренек с весьма печальным прошлым. Свиду выглядит, как обычный 19-летний парень, но выдает его любовь к прошиванию самого себя красными нитками. У Джуза серебристые волосы и красно-бордовые глаза. Еще одной его отличительной чертой является то, что он всегда носит тапки. Судзуя одарены в неодинарном стиле ведения боя. Хутини не был обучен в Академии, как ОМОН, сражение ведет себя крайне непредсказуемо, сбивая врагов с толку и безжалостно расправляясь с ними. Несмотря на его садизм, на поле битвы ведет себя крайне по-детски и постоянно дурачится. Джуза опыт немитательный на сжей, чьи броски эффективны и смертельны. Из-за отсутствия страха и инстинкта самосохранения, он кидается в драку с любым противником, не думая о том, чем это может кончиться. Но с течением времени становится более адекватным и сдержанным. Раньше Джуза было совершенно наплевать на своих товарищей, их чувства и, что более страшно, самого себя. Однако, осознав, насколько для него важен его опекун Шинахара, мы понимаем, что в нем осталась часть от его прежней личности, и что он все еще способен любить и переживать за близких ему людей. Продолжить мы хотим таким персонажем, как Нишио Нишики. 20-летний парень с карими глазами и взлохмаченными каштановыми волосами. По происхождению является голем и после некоторых событий, произошедших с ним, присоединяется к Антейку. Изначально он был показан как раздражительный, вспыльчивый и, извините за выражение, был безрассудным разе, который ни разу не слышал о хороших манерах. Но с течением времени мы сможем разглядеть в нем хорошие качества, такие как преданность, стойкость характера, безграничную любовь, которую он проявляет к дорогому ему человеку. Пусть он и изменился в лучшую сторону, грубость к окружающим его людям никуда не исчезла. Он по-прежнему остался высокомерным, но при этом он перестал быть равнодушным к новым товарищам. Чтобы не раскрывать себя как Гуля, Нишики носит маску в виде змейной головы, за что и получил прозвище Змей. Закончим Токиямой Шу. Шу, как и большая часть персонажей аниме, является Гулем. Среди плата ядных ворота известен как Гурман. Назван так потому, что был главой ресторана для Гулей, где главным блюдом являлось мясо его сородичей. Маска Гурмана напоминает полумесяц со злым ромбанвидным ртом, который закрывает лишь три четверти лица. По характеру такая тварь, как и в сущности остался до самого конца. Самовлюбленная натура, таящая в себе высокомерного и сильного хищника, но несмотря на это обладает хорошими манерами. Его жесты и поведение обусловлены интересом к европейскому языку и литературе. Он часто произносит фразы на различных языках, особенно на французском, английском и итальянском. Он впадает в бешенство, когда другие относятся с непочтительностью к его вкусам в плане пищи. Выжидая удобный момент, всячески преследовал Канеке, планируя отведать его плоть, а вместо этого просто привязался к нему. При его необычных повадках он имеет и необычную внешность. Обычно шу появляется в модной европейской одежде. У него приятная внешность, а его волосы имеют пурпурный оттенок. Также он не обделен выразительным взглядом. Вот мы и представили вашему вниманию еще четырех персонажей из аниме «Токийский гуль». Если найдутся желающие увидеть еще одну часть, пишите в комментариях, кого вы хотите видеть в следующем выпуске. А на этом все. Если вам понравилось, мы будем рады, если вы подпишетесь на наш канал и группу ВКонтакте. А также поставите лайк под этим видео. Спасибо за просмотр. Всем кавая сайонара. Субтитры подогнал «Симон»!